киты такие как этот прекрасный горбатый одни из самых невероятных животных на планете некоторые из этих водных млекопитающих достигают колоссальных размеров и они настоящие короли океана и они примечательны не только размером известно что киты погружаются под воду на 222 минуты по сравнению с этим наш рекорд в 24 минуты меркнет а кашалоты например могут нырять на глубину до двух тысяч метров в то время как для человека рекорд погружения всего 332 метра но люди делают это только с помощью аквалангов и многолетних тренировок так что в плане жизни в океане киты нас определенно обходят а так как у них мало угроз океан весьма комфортный дом для этих великанов вот только почти 2000 китов и дельфинов выбрасывает на берег каждый год увы многие из них погибают не способные выжить за пределами воды но это кажется бессмысленным почему это происходит да еще и так часто что еще скрывается в глубинах океана что заставляет этих животных выплывать на сушу если хотите узнать надевайте очки и задержите дыхание потому что мы окунемся в эту загадку и так сначала разберемся киты это китообразная отряд млекопитающих полностью приспособленных к жизни в воде как природные подлодки у них обтекаемые тела идеальные для плавания ласты помогающие поворачиваться и мощные хвосты толкающие их вперед однако из-за всех этих особенностей выброс на берег становится смертельным приговором для кита неподдерживаемая плавучестью воды его тело раздавится под собственным весом а из-за ограниченной циркуляции в крови кита накапливаются смертельные токсины у китов также есть толстый слой жира порой толщиной в 28 сантиметров и он согревает их в холодных глубинах где температура бывает минус 4 градуса цельсия но на суше этот жир становится теплой шубой из-за которой они быстро перегреваются поэтому спасатели постоянно обливают их водой чтобы охладить и хотя киты могут дышать на суше так как они млекопитающие как и мы если вода из прилива попадет в дыхательное отверстие они могут захлебнуться выброс на берег ужасная участь для китов и кажется что они стараются ее избегать но наоборот это происходит все чаще с 90-х годов количество сообщений о выбросе китообразных сильно выросло а массовые случаи становятся на удивление частым явлением что заставляет китов выплывать из океана может быть они пытаются вернуться на сушу как ни странно эта идея не так безумно как кажется киты живут в океане только последние 40 миллионов лет до этого они действительно были обитателями суши возможно в это трудно поверить но вы задумывались почему хвосты китов двигаются вверх вниз а у акулы других рыб из стороны в сторону потому что изначально позвоночники китов предназначались для ходьбы да их позвоночник нужен для подъемов и спусков на земле они для раскачивания в воде первые предки китов эволюционировали более 50 миллионов лет назад это были покицеты однако они едва похожи на современных китов мне кажется они выглядят как странные собаки правда вас бы все избегали в парке если бы вы выгуливали такого пса потому что у них были тела длиной приблизительно 2 метра толстая шея и крепкий хвост их длинные заостренные морды и большие зубы были приспособлены для мяса единственное их сходство с современными китами это отдельная костная сетка во внутреннем ухе это уникальная биологическая особенность благодаря которой киты хорошо слышат под водой однако покицеты не так уж и долго оставались на суше через пять миллионов лет их потомки амбулацеты стали вести более водный образ жизни у них были короткие ноги с широкими и плоскими стопами служившими веслами и длинные мускулистые хвосты похоже на бегемота после диеты и это логично так как сейчас ближайшие родственники китов бегемоты впрочем следующие доисторические предки китов кудхицитусы были еще более обтекаемыми и напоминали смесь выдры с муравьедом при виде них кажется что эволюция явно свернула куда-то не туда но несмотря на схожесть с лаской кудхицитусы были ключевой ступенью в эволюции китов их ноздри располагались не у кончика морды и так началось развитие дыхательного отверстия на макушке китов а существа которые похожи на современных китов появились лишь с базилозавридами примерно 41 33 миллиона лет назад тогда их скелеты эволюционировали исходящих по суше зверей в длиннохвостых пловцов но у них еще были ноги маленькие как ручки тираннозавра задние конечности не выполняли никакой функции и вероятно позже вросли в тело так сказать даже у некоторых современных китов есть крошечные ножки внутри полости их тела как и такие привет из прошлого базилозавриды жили в океане благодаря изобилию пищи но это не означало что у них внезапно появились жабры у них были легкие и они вдыхали воздух как другие млекопитающие но им надо было учиться задерживать дыхание хотя они могли подняться и подышать когда были в сознании им надо было спать поэтому они научились спать под водой с помощью двух способов либо спокойно отдыхая в воде вертикально или горизонтально либо они засыпали медленно плавая рядом с другими животными так спят и многие современные виды такие как кашалоты эти великаны отдыхают вертикально менее 7 процентов дня оставаясь близко к поверхности воды чтобы вдохнуть воздух это явно не очень легко но показывает как далеко может зайти эволюция чтобы животные оставались рядом с хорошим источником пищи на этом же этапе развития базилозавриды начали увеличиваться в размере они могли достигать 21 метра в длину а сейчас их потомки например синие киты вырастают до 34 метров и весят 219 тонн некоторые утверждают что их сердце такого же размера и веса что и volkswagen жук 4 на 2 метра но на самом деле она 2 метра в длину и метр в ширину а весит 180 килограммов как средний мотоцикл все равно впечатляет к тому же синие киты самые большие животные за всю историю больше самых крупных динозавров киты буквально переросли способность жить на суше но почему их выбрасывает на берег неужели жить в океане миллионы лет было настолько ужасно учитывая рост числа случаев кажется что их что-то заставляет плыть на сушу обычно выброшенный кит стар болен или ранен и слишком слаб чтобы плавать на глубине и восстанавливается на мелководье однако приливы и отливы приходят быстро и во время отлива кит внезапно остается на суше они в воде для китов это очень опасная ошибка впрочем иногда даже здоровым китам трудно ориентироваться в океане некоторые побережья настоящие смертельные ловушки например прощальная коса песчаный участок на 26 километров на южном острове новой зеландии массовые выбросы на берег происходили еще в марте 22 года когда 31 черный дельфин оказался на 3 километрах суши и умер несмотря на усилия спасателей массовые инциденты распространены среди социальных видов таких как черные и бесклювые дельфины из-за призывов выброшенной особи вся стая собирается в опасно мелкой воде не желая оставлять члена семьи в беде однако они сами нередко оказываются на берегу это ужасно в том случае спасатели вернули в воду пять дельфинов но двоих из них позже снова выбросила на берег почему они не могут избежать этого ученые считают что коса создает неглубокое одно с километровыми отмелями плавание в этих мелководьях сбивает с толку систему ориентации китов так как их эхолокация работает на больших глубинах заблудившись в отмели киты попадают в приливы и их выбрасывает на берег на косе произошло 11 инцидентов только за 15 лет однако самый худший инцидент случился в феврале 17 года когда выбросило целых 700 дельфинов и в результате 250 из них погибли на косе эту область нужно пометить крестом на картах китов и дельфинов так как там практически невозможно выжить может быть в этом кроется причина того что китов выбрасывает из океана в нем трудно ориентироваться я вот постоянно теряясь на шоссе даже с gps однако не все киты теряются некоторые из них недавно как будто начали уплывать из океана например глубоководный вид который до 60-х вообще редко видели клюворылые киты одни из самых загадочных так как живут в очень глубоких водах и регулярно ныряют на 2000 метров охотясь за кальмарами много лет они не попадались ученым но теперь и их тоже выбрасывает на берег с 95 по 20 год 35 клюворылых китов оказались на берегу в 16 местах на аляске также наблюдалось увеличение случаев их выброса на побережье гуама с 2007 по 19 год чтобы выяснить причину этого нам нужно погрузиться на глубину в тридцать третьем году флот сша начал использовать гидролокатор на судах он обнаруживает подводные объекты излучая звуковые импульсы и измеряя звуковые волны которые отражаются обратно но с тех пор в океане стало чересчур громко в частности тип под названием среднечастотный активный гидролокатор с помощью которого флот сша ищет подлодки издает оглушительно пронзительный звук который я сейчас включу если вы сидите в наушниках советую их снять звук такой громкий что дайвером казалось будто он вибрировал сквозь них а теперь представьте каково китам с их исключительным слухом эти животные способны улавливать звуки с частотой до 200 килогерц а люди слышат только звуки до 20 килогерц и к сожалению клюворылые киты живут там где проводятся многие испытания гидролокаторов порой по 10 часов за раз плюс звук распространяется быстрее под водой которая плотнее воздуха в итоге звуковые волны достигают ушей китов с огромной энергией вызывая более интенсивный шквал повреждающие их уши это не только затрудняет ориентацию из-за повреждения ушей киты не могут нырять чтобы охотиться потому что им не выровнять давление в ушах без мучительной боли ослабленные и дезориентированные они дрейфуют на мелководье и оказываются на берегу с 60 по 2004 год произошел 121 массовый выброс клюворылых китов многие из инцидентов зафиксированы в районах где проводят и проводили учения флот сша и нато и хотя там наверняка хотели бы назвать это совпадением исследование показала связь между военными учениями с использованием гидролокаторов и массовыми выбросами клюворылых китов в общем киты больше не хотят жить в океане потому что люди превратили его в оглушительный кошмар люди оказались проблемой но ничего удивительного но хотя некоторые сделали океан ужасно шумным всегда есть другие люди готовые помочь этим гигантам безопасно вернуться в воду спасатели и посетители пляжей помогли стая черных дельфинов с энд симонсе в джорджии в девятнадцатом году и спасатели с помощью веревок экскаватора вытащили горбатого кита выброшенного в пра гранде в бразилии вернув его в океан в семнадцатом году вот бы и другие люди со снаряжением могли помочь например флот сша или нато да к счастью не нужен гидролокатор чтобы найти кнопки нравится и подписаться нажмите на них если поддерживаете китов вот только не только киты пытаются сбежать из среды обитания сухопутные рыбы ужасно но где-то 14 миллионов тонн пластика сбрасывается в океаны каждый год и в то же время из-за изменения климата они все больше нагреваются поэтому жить в океане становится сложнее с каждым годом может быть поэтому некоторые рыбы решили просто уйти например и листые прыгуны рыбы проводящие до 90 процентов времени на суше это кажется невозможным ведь все знают что рыбы могут дышать только в воде из-за того как они получают кислород через жабры но и листые прыгуны научились вдыхать кислород через кожу и некоторые особи проводят на суше до двух дней главное чтобы кожа была влажной прыгуны также могут дышать с помощью пузырька воздуха в жабрах так что у них вариантов много и они не просто ходят но и прыгают на 60 сантиметров и забираются на деревья с низкими ветвями но не бойтесь прыгуны не проникнут в ваш домик на дереве если вы не живете во влажных районах мадагаскара и юго-восточной азии где они обитают их способность к прыжкам по суше появилась благодаря специальным грудным плавникам которые по форме похожи на плечевые суставы напоминающие руки плавники помогают им передвигаться особенно по илистым отмелям где полно крошечных растений и животных отличное место чтобы поживиться но несмотря на то как это выглядит прыгуны не научились ходить за одну ночь способность появилась в ходе эволюции миллионы лет назад но еще страшнее этого огромные рыбы которые научились ходить относительно недавно змей головы это хищники съедающие почти все на своем пути известно что и в воде и на суше они поедают всевозможную добычу включая птиц это инвазивный для сша вид который разрушает экосистему поэтому змей головов разрешено массово истреблять в джорджии эти рыбы родом из азии и африки но последние 20 лет их продавали в зоомагазинах и на рынках причем живьем с тех пор они размножились и начали терроризировать экосистемы сша потому что они едят что угодно от ракообразных до млекопитающих взрослый змей голов вырастает до метра в длину и ест добычу до 33 процентов от своего размера и эти рыбы не ограничиваются водой если они очень голодны то могут выбраться на сушу извиваясь скользкими телами они передвигаются по земле и живут до 4 дней вне воды змей головы могут вдыхать кислород через воздушный пузырь который похож на легкое молодые особи способны ползать на большие расстояния однако взрослые слишком округлые и не могут отходить далеко но этих рыб хотя бы что-то удерживает но как будто этого было мало змей головы не единственные рыбы которые стали выползать из воды будьте осторожны у приливных бассейнов в австралии потому что там могут ползать акулы точнее глазчатые акулы метровые рыбы которые умеют двигать грудными и брюшными плавниками как ногами и таким образом ползать по дну водоема в основном они едят креветок и крабов однако приливные бассейны не лучшее жилище потому что после отлива морские существа расходуют весь кислород который остается в воде многие рыбы не могут выжить в таких удушающих условиях но глазчатые акулы обладают способностью выживать даже когда в воде менее 5 процентов кислорода до трех часов без последствий это удается благодаря увеличению притока крови к мозгу и отключению его несущественных функций это удивительная способность позволяет глащитым акулам выживать в том числе и вне воды они нередко выползают из одного водоема и ползут по камням в другой для охоты однако даже под водой эти акулы явно предпочитают ходить а не плавать да уж ходячие акулы надеюсь они не натолкнут ни на какие идеи больших белых кузенов рыбы в небе это птица самолет это рыба стоп что пока другие рыбы пытаются ползать по пляжам и отмелям летучие рыбы буквально научились летать только они не машут плавниками как птицы подобно самолету им нужно наращивать скорость при ускоренном разбеге но у них нет реактивных двигателей и поэтому они набирают скорость очень быстро плавая под водой и таким образом разгоняясь до 70 километров в час для сравнения олимпийский чемпион по плаванию майкл фелпс может разгоняться в воде всего лишь до 8 километров в час летучие рыбы используют эту невероятную скорость с пользой выпрыгивая из воды на высоту вплоть до 6 метров над волнами их четыре крылообразных плавника позволяют скользить по воздуху на расстоянии до 200 метров за один раз это почти то же самое что длина двух футбольных полей но летучие рыбы могут прыгать еще дальше когда они приближаются к поверхности воды они машут хвостами и используют потоки воздуха от волн чтобы продлить полет до 400 метров а это уже длина трех с половиной футбольных полей но летучие рыбы не совершают тачдаун на другом конце а просто прыгают обратно в воду почему тогда эти рыбы так сильно хотели выбраться из океана что отрастили крылья эта способность помогает им избегать хищников обычно они вырастают в длину до 30 сантиметров и на них охотятся крупные и быстрые скумбрии тунцы меч рыбы и марлины не способны обогнать их летучие рыбы научились взлетать над волнами где они недоступны однако у этого приема есть свои недостатки потому что на летучих рыб охотятся и птицы а еще рыбаки используют их как наживку для тунца ни в воде ни в воздухе нет спасения кажется еще пара миллионов лет и эти рыбы отрастят ноги и начнут сбегать на берег птицы по был обычный день в районе куауты мог в мехико жители только проснулись и приготовили утренний кофе но когда они вышли на улицу то увидели там нечто ужасное и неприятное улица была заполнена останками сотен желтоголовых трупиалов что произошло птицы внезапно забыли как летать и упали прямо с неба люди ломали голову пока не увидели запись с камеры на одном из зданий показавшую инцидент но то что запечатлела камера поразило жителей стая не упала а по какой-то причине влетела в землю большинство птиц смогли улететь но некоторые скончались от удара если присмотреться кажется что сотни трупиалов неожиданно снесла вниз какая-то неведомая сила это могло произойти по одной из двух причин возможно невезучая стая стала жертвой мощного сдвига ветра сильного падения давления воздуха когда горячий воздух поднимается и вытесняет холодный который опускается порывом ветра сдвиги бывают такими сильными что даже вызывают турбулентность так что не исключено что бедные трупиалы были буквально сметены с неба однако есть и второе объяснение от других экспертов они предположили что стая улетела из-за низко пикирующей хищной птицы например ястреба или орла ястреб мог спикировать на трупиалов из-за чего они объединились и начали плотно кружить такой маневр не дает хищнику выбрать одну жертву из стаи которая запутывает его и избивает с толку размером и непредсказуемыми движениями как на этом видео где стая скворцов спасается от ястреба однако в этом случае когда ястреб кинулся на стаю трупиалы в панике бросились вперед чтобы спастись в такой плотно сбитой стая птицы копируют движение товарищей впереди чтобы можно было двигаться волнообразно не сталкиваясь с другими и хотя это позволяет им синхронизироваться в полете они не могут осмотреться вокруг в результате вероятно многие птицы не смогли увидеть приближающуюся землю ослепленной остальной стаи но особи позади продолжали гнать стаю вперед не давая возможности вовремя отлететь от тротуара похожий случай произошел в северном уэльсе в двадцатом году когда более двухсот мертвых скворцов нашли на ста метрах дороги которая проходила недалеко от городка англси у птиц были травмы соответствующие удару тупым предметом как и трупиалы скворцы видимо пытались увернуться от хищника и не заметили что опасно приблизились к дороге видимо воздух для этих птиц также опасен как и земля но если говорить про птиц которым не место в небе есть голуби которые явно лидируют в этом деле потому что они вообще забыли как летать известные как турманы они то машут крыльями то отправляются в свободное падение правда через пару секунд они восстанавливают контроль причина такого странного полета кроется в генетике владельцы специально разводят таких голубей чтобы у них были эти необычные черты птиц которые выполняют кульбит и называют роллерами ими восхищаются любители голубей акробатов а самую экстремальную версию кувыркания демонстрирует парлорская порода из-за интенсивного разведения эти голуби и вовсе больше не могут летать вместо этого они кувыркаются на земле и это продолжается пока птицы не вымотаются и не перестанут пытаться взлететь между ними проходят соревнования и побеждает птица которая может кувыркаться дальше всех мне кажется это достаточно жестокое хобби не забывайте о травмах которые получают птицы которые пытаются исправить свои движения может быть заводчиком нужно просто наблюдать за птицами какие животные покинувшие свою среду обитания заинтересовали вас больше всего и видели ли вы как животное пыталось жить там где оно не должно расскажите в комментариях под видео спасибо за просмотр